Наша партия распространила заявление относительно повышения тарифов на медицинские услуги в государственных поликлиниках и больницах, которое произошло в соответствии с постановлением Кабинета Министров, принятым в конце прошлого года. Политформирование расценило этот шаг как преступление против народа Молдовы. На фоне тотальной коррупции, кражи, миллиарда и искусственно созданного властью экономического кризиса. Режим Плохотнюка и Кабинет Министров Филиппа не могут не понимать, что в ситуации, когда в экономике свирепствует искусственно созданный кризис, повышение цен на жизненно важные медицинские услуги означает убийство стариков, младенцев, беременных женщин. Сокрушительный удар нанесен по самым уязвимым категориям населения, а медицинской инфраструктуре в районах страны угрожает полная ликвидация. Мы не можем назвать это не иначе, как хладнокровным и циничным уничтожением народа Молдовы, которое бесстыжие наемники Плохотнюка в правительственных кабинетах прикрывают пустыми, лицемерными фразами о якобы необходимости жить по средствам. Очевидно, что против народа Молдовы совершается очередное преступление. Население нищает с каждым днем. Людям не хватает средств даже на самое необходимое. И в то же самое время приближенные Плохотнюка и коррумпированные им чиновники выписывают себе многотысячные зарплаты в долларах и евро. При этом они ежедневно грабят общественные фонды и простых людей спешно распродают прибыльные государственные предприятия и земли. Вытряхивают все до копейки из карманов рядовых граждан через повышение тарифов и цен. Государственные структуры превращены в находящиеся у власти негодяями в насос для выкачивания денег и теперь уже самой жизни из молдавского народа.